Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television, с вами Сафир Тритройки. Ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, Кровавого Барона, и повздорила с какой-то ведьмой. И мы с вами продолжаем проходить игру «Ведьмак. Дикая охота». И у нас пятая серия. Ну что ж, поехали. Замок Вронницы. Наверное, всё-таки он на лошади как-то будет посолиднее. Что это у тебя с рожи? Что, неплохая работа моему Люкушке подвернулась? Оно, конечно, не худшее. Слушайте, пустят меня. Обалдеть, пустили. А, не, нифига, закрыто. Стой! Кто идёт? Ворон у себя? Смотря кто спрашивает. Ведьмак. Хочу с ним поговорить. А я хочу оттрахать прекрасную королевну Царро. Я же его знаю. Ты давеча в корчме на распутье сидел. Я-то думал, ты по-хорошему пойдёшь, своей дорогой. Вот и пришёл сюда. У меня дело к Барону. И что за дело? Важное. Только для его ушей. Добро. Лодрим, пусти его. А ежели он что, чудит, так нас всё одно больше. Открыть ворота. Сержант! Ордаль! Ведьмак к Барону! Только тихо. Понял? Понял. Ты в темерском войске сержантом был? Не твоё это дело. Дезертир? Нет больше темерского войска. Так что ты тут делаешь? Когда чёрные нас разбили, у нас был выбор. Сбериться и попробовать жить нормально. Или уйти в партизаны и сражаться за родимую темерию до последней капли крови. Мы выбрали первое. И Барон вами командует. Ну да. Командует. Ну да, мы уже добычу поделили. По крайней мере, я бы так сделал. Вот и сидите. Силы на казнь прибереги. Где? Вот в Изиме были балы. Танцевал я там пару раз с моей Анною. Как мы там кружились? Раз, два, три. Раз, два, три. Хватит. Поставки должны быть раз в неделю. Мне всё равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай. У тебя и без того гостей хватит. Даже на чай не остались. А ещё, говорят, культурная нация. Со слухами всегда так. Мало что совпадает с реальностью. Это верно. Я... Я знаю, кто ты. Догадываюсь о том, с чем пришёл. Прошу. Располагайся. Где-то у меня была ещё водка. О, нашёл. Выпьешь? Ну, выпью. Почему бы нет? А вот это я понимаю. Фольтеста уже нет. Не знаю, что там с Наталисом. Да чё здоровье теперь пьёт верный тимерец? Выпьем за встречу. Выпьем. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичьё меня зовёт Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичьё меня зовёт Мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Как тебе велен? Прекрасно. Прекрасное место. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадёт, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жён, кто дочерей. Зачем ты мне это говоришь? Это угроза? Ах, всё ж ты не такой сметливый, как я думал. Нет, это не угроза. Вижу, придётся говорить прямо. Я знаю, кого ты ищешь. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, осмердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Так. Сказала, что по пути к деревне на неё напали чудища. Этого ещё не хватало. Надо уходить. Так, у ничего вообще ничего нет. Продолжение следует... Можешь слезать! Привет, малявка! Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Так, ну я тоже потерялась. Ага. Только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А, ты про это? Пустяк. Так. Так. Откуда ты тут взялась? С тядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что подождет. Но я и шла. А там летел мотылек, я побежала за ним, ну и потерялась. Почему папа отправил тебя по сладкой тропинке? Ну, потому что утром еды не было. Не поняла? Я немножечко плохо себя вела, разбила крынку с молоком. Родители, наверное, разозлились? Мама наказать меня хотела, а тятя сказал, что и так слишком много ртов кормить. И что как пойдем по сладкой тропинке, так все заботы из головы и вылетят. Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебе светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем. Я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. У волков нет королей. У этих есть. Ты сама видела? Да, то есть нет. То есть из-за древес. Он был вот такой огроменный. И глаза у него во! И зубы большущие. И весь он был ужасно-ужасно страшенный. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Так, ладно. Ой, блин. Ой, блин. Быстро! Спрячься! Ой, блин. Нифига порубил. Вопрос. А, блин. Цели нельзя посмотреть. Можно выходить. Ну ты, храбрая. Даже мой дядька так не умеет. А мой... Мой умеет гораздо больше. Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут. Не подходи. Но... Никаких «но». Останься здесь, я кое-что гляну. Жесть какая-то. Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошенные. Но язык пропушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторвана. Или скорее кто-то ее отгрыз. Фу, жуть какая. Стой там и не подглядывай. Костный мозг высосан. Интересно. Посмотрим. Печени нет. Сожрали. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны. Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волковак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. Из каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра. Но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Нет. Особое. Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная. Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька. Дяденька. Дядюшка Весемир. Так, надеюсь, Менчуга... А, блин, волковой. А. Все-таки придется собирать все это хрень. Брюхо все разодрано. Когти очень мощные. Волки бы так не смогли. Нигде... А, вот петрушка вон она. Стоп. Амелла. Что-то я не помню, что я в прошлый раз собирал. Походу, где вот плюнул просто и пошел. Вон она. Волкин, слышишь? Прячься! Быстро! У-у-у-у! Мне зовут сейчас, твою мать! У-у-у-у! Отлично, все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. Ты что делаешь? Масло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира. Обалдеть. Так, а, я тут уже никуда не могу пойти. И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Иногда. А иногда сами идут. И возвращаются? Ты что? У них же там еды полно. Туда, через пещеру? Веди. Тут немножко темно. Боишься? А ты? Нет. Ну и я не... Великолепный король, теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! Прячься! Да! мать твою но но ты даешь в жизни такого не видал малявка вылезай тебе повезло вовремя мы подошли в лесу мы видели одного менее везучего это яра мы возвращались из-под леса и это чудище на нас напала я-то сбег а ярана эй тише тут же малявка у тебя бинты дома есть и что-нибудь от заражения он меня поцарапал мне-то нет а вот хотя и мой человек серьезный он то точно поможет может даже награду какую даст за убой волка лака то ну ладно веди к своему хозяину и кого вы мне притащили а это не моя дочь а вторая не та не другая дочь то я узнаю так что постарше может и не ваша но ошибка похоже так как будет награда я те сука покажу награду а ну вкусный гуляш очень спасибо большое я не ела уже я вижу рад что нравится как подкрепишься ванна для тебя готова а потом и поспать не дурно редко за печкой а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни спасибо я тихо тихо ты ешь спокойно еще поболтаем когда отдохнешь я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать а потом а это уж совсем другая история что стало с той девочкой которая с ней пришла с греткой ничего она здесь помогает на кухню мне не хотелось домой отсылать после того что цири рассказала ее родителях тут у нее и стол и дом не пропадет а что с цири я же тебе сказал это совсем другая история так бумбру-пру ну давайте тупого я хочу ее найти ты понимаешь и мне надо знать все понимаю но увидишь ли так получается что мои дочь и жена тоже пропали предлагаю уговор найди моих близких а я расскажу тебе все что знаю о девушке которую ты ищешь а какие гарантии что я могу тебе доверять никаких кроме моего слова а если я не захочу ну чё ты хочешь меня нахер послать милости просим сука давай я тебя тогда тоже нахер пошлю ну и чё обнимемся вместе пойдем до работает так как будто ищешь собственную дочь и ты справишься стража у этого человека здесь иммунитет то есть пускай его никто не трогает чё пялишься это в подтверждение моей доброй воли когда ты последний раз их видел они пропали в последние новолуни как сквозь землю провалились что значит пропали ну пропали я утром просыпаюсь а их нет ты пробовал их искать я людей сразу же разослал да не такое дело не годятся последний мешок зерна у мужика вот они из-под земли достанут а человека в жизни не найдут а кроме того в виллени сплошные трясины заболоченные леса полно укромных мест если хочешь кого-то спрятать лучше края не найти возможно их похитили у тебя есть враги какие там враги мужичьев всякой там недоёбки на мою семью ни один не осмелится руки поднять а те что могли бы осмелиться давно уже червей кормят перед их исчезновением не случалось чего-нибудь необычного может они вели себя странно все было как обычно мужики раз пришли жалобы что чудище загрызла бабу у колодца раньше там еще какую девоньку но вели не это обычное дело а мои женщины она как всегда тихая как мышка тамара занята своими делами ничего необычного должно быть двум женщинам тяжело жилось в таком месте что это значит таком у них тут было все чё душа пожелает перепелки на обед пожалуйста голубые ленты из тусента сколько пожелаете я имею ввиду общество твоих людей они твоим женщинам не докучали не они тещу разбойники но свое место то знают они понимаешь если хоть кто-нибудь глянет на анну или на доченьку мою я с него шкуру спущу этого все еще мало можно осмотреть их комнаты зачем может я найду там какие-то следы я чужим не позволю рыцам их вещах ты хочешь чтобы я их нашел или нет хочу тогда не мешай работать ну будь по-твоему но я с тобой пойду все равно дверь открывать нормально такой мужик знаешь дочка моя в детстве очень любила зверей как-то увидела на стене олень и рога и знаешь что спросила понятия не имею папочка говорит а у этого оленя попа за стеной если ей кто зло причинит убью нахер пришли от сука опять заедает это наша спальня комната тамары там только не устраивает когда они вернутся пусть все будет так как они оставили свежие цветы он что надеется что они могут вернуться в любую минуту стены другого цвета будто еще недавно здесь что-то висела может эта картина по размеру подходит барон и его жена выглядят счастливыми а здесь кто-то закрыл дырку в стене интересно что там с другой стороны погнутый подсвечник кто-то разбил он стену и проломил шкаф это уже интересно может найдутся еще какие-то следы борьбы конечно знаете на мониторе 21 на 9 погружение просто сумасшедшая в игру так словно и подсвечник пятна от вина кто-то разбил бутылку эрвелюс из тусанта хорошие выдержки долго не выветривается интересно куда ведет след а и 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 благовоний и старый ключ. Интересно, что за дверь он открывает? Анис, сандал и что-то еще. Шопран? О, стоп, тут что-то есть. Письмо к Тамаре. Мы, как одна семья, поддерживаем друг друга и помогаем друг другу переживать тяжелые времена. Справимся с прошлым. Ибо у каждого из нас есть свое прошлое. Стоит ли копаться в чужом? У нас, правило, мы не спрашиваем больше, чем человек сам о себе хочет поведать. Прошлое для нас не имеет значения, только будущее, в котором мы намерены бороться со злом и несправедливостью, с противоестественными и отвратительными практиками. Странно, вообще-ка. О, спальня. Ну здесь ничего такого нет, походу. Кукла. Вот же дрянь. Выглядит как кукла, в которую втыкают булавки, чтобы причинить кому-то вред. Стоп, стоп, запах. Черт, след обрывается. Но можно поискать здесь что-нибудь еще. Еловая деревяшка. И пахнет наживеловым дымом. Похоже на народный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Идем по запаху. Выпускай, урода. Я думаю, урод спит. Тогда пойди. Что-то еще есть. О, краснолюцкий спирт. Хорошая тема. О, краснолюцкий спирт. Да, давайте выпьем. А то ж темнеет. Так, идем дальше. Тут еще комната. Обалдеть, кубочек. Так, сколько там килограмм? 84 уже. Потом все это надо сбросить. Да, блин, сколько это всего? А туда я не залезу. Ну ладно, не страшно. О, гасет. Молитва. О, вечный огонь, озаряющий душ и дающий свет, согрей нас теплом твоим, осуши слезы наши, испепели врагов наших, окружи друзей наших болотою твоей. Пошли здоровье матери моей, накажи отца моего, помоги мне исполнить то, что предназначено. Алтарь? Выходит, вечный огонь добрался уже и доверено. Так, накажи отца моего, отца моего, ну и так далее. О, стоп. Столько хлама вообще, у меня просто рай. Стоп. О, здесь еще. Кстати, умение персонажа. Марионетка. Будем вкладывать в Акси и Квен. Ну как, уже осмотрелся? Я нашел куклу в комнате Тамары, можешь что-нибудь о ней рассказать? А кукле? А что в ней такого интересного? Возможно, ее использовали для обрядов черной магии. Откуда она у Тамары? Черная магия? Ты сдурел, что ли? Я ее сам для Тамары сделал. Ей тогда было лет пять. Мы были на ярмарке в Изиме. Тамара увидала чародейку эту, Трис Миригольд, и сказала, что хочет куклу, ну как эта чародейка. У меня денег-то не было на такие вещи. Я взял и сам сделал ей эту игрушку. А, так это Трис. Да, теперь вижу. Очень похоже. Правда? Время ее порядком потрепало, но она все с ничего. Если у тебя с Нильфгаарцами ничего не выйдет, ты всегда сможешь стать кукольником. Здесь повсюду несет вином. Что случилось? Ну, это должно быть мои ребята. Какая пьянь. Ты даешь своим людям Эрвилюс? Ох ты, ну может и я разлил. Говорю же, я в ту ночь пьяный был. Да какое это имеет значение-то? Тут вином везде несет. В комнате я нашел следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? О чем? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они еще дрались. Я не знаю ничего об этом. В ту ночь я пьян был и ничего не помню. Я проснулся, когда их уже не было. Но вы же здесь не одни живете. Может твои люди что-нибудь слышали? Я всех по три раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. Узнаешь этот медальон? Хм... Да, Анета носила его последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожей? Ворожей есть. Старый Чудила. Живет недалеко от больших сучьев. Ну и колдунья еще есть в Подлесье, но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Надо сходить поболтать с этим выражаем. Только имея в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца сетирой. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с казой ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне. Дубы и бизом сплошные. Так, что у нас? 304 очка до следующего уровня. Это у нас будет 57-й, а нам нам 58-й. Так, что по-хорошему, скажем так. Угу. Угу. Сундук. Угу. Сюда сбросим всё, что нам не нужно. Значит, здесь ночевала Цири. Стопэ. Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Волчок. Вряд ли им играла Цири. А вот Гретка... Неясная природа проклятий. Неясная природа проклятий. Лидия Ван Брэдэворд. Откуда у неё такое? Неясная природа проклятий. Моим дорогим друзьям Филиппу Иоанне от графа Ла Гефа, министра культуры королевской Тимерии. Уизима 1265-й год. Весьма ошибаются те, кто считает, что проклятие есть исключительно проявление злой воли одного существа, направленное против другого. Удивительно часто происходят случаи непреднамеренного наложения проклятий на самого себя или на находящегося поблизости неодушевленные предметы. Последствия подобных происшествий трудно предугадать. Зачастую это приводит даже к смерти существ, находящихся под действием проклятия или вступивших в контакт с проклятыми существами или предметами. Вот почему, по крайней, крайне важно принимать меры предосторожности для обеспечения полной безопасности при наложении проклятий. Мадам Амелия Веракрус Леон рекомендует как минимум следующее. Отчиститься от негативных мыслей, стремясь к полному единству с миром и гармонии тела и разума. С посвящением барону и его жене. Кажется, у них в зиме были высокопоставленные знакомые. Тайник. Вот оно. Давайте посмотрим, что у нас. Минус 336. Ужас вообще. С плюсом здесь все хреново. Поверить сложно, что такая одежда сейчас уже не эта. 57-го уровня. Обалдеть. Вот это да. Хочу такое. Лопата ключника. Плюс 15. Плюс 41. Хм. Но мне все-таки вот это вот со следующим уровнем плюс 76. Интересно. Мощь Аксия. Да что уж там. Давайте переоденемся, я думаю. Давайте мы сейчас сначала... Блин. Придется нам мечи всю эту хрень. Теперь новую. Что мы... Что мы... В обычном мужика переоденемся. Плюс 38. Окей. 16. Ну, плюс 14. По. 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 Оружию. Ну, давайте. Вот. Будем. Плюс. 1. Плюс. Поймень. 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 так оружием мы скорее всего сейчас будем смотреть то что мы зарабатывали именно в прошлой игре мы спускаем сюда вы это надо было продать только легендарные оставляем элегантные элегантные оставим камни мы пока тоже спускаем и мечи так давайте смотреть здесь на плюс у вас вообще ничего нет минус 2 зато какие ну ладно не будем где чувствую это особо так ничего нету здесь он в обычный доспех переоделись вот и весь наш пафос просто в никуда растворился чувство над сохранится кстати над все это положить я так думаю что все 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 ты играть к я а ты геральт откуда ты знаешь потому что у тебя белые волосы и медальон с волком цири мне рассказала это не твоя волчок где ты его нашел в комнате цири мы играли там иногда однажды мне было очень грустно и цири вырезала мне волчок жалко что я пришлось уехать уехать о стиле ну да она не говорила например куда собирается или зачем она здесь говорила что ищет тебя и чародейку только ты здесь значит тебя она не нашла ну может хоть другую этому своему помогла цири хотела помочь какому-то другу какому не знаешь как это какому другу своему она сказала что он угодил в переделку она должна его спасать так ты не знаешь где цири нет однажды когда я принесла ей завтрак я уже не было а барон сказал что она уехала ты не спрашивала куда я спрашивала но она сказала что я маленькая и все равно не пойму но цири оставила мне подарок какой вот такой зеленый камешек ух ты красивый подарок спрячь его хорошенько и никому не показывай он очень ценный изумрудик спасибо но иди играй дальше я не играю я помогаю так здесь у нас больше ничего нету вот кстати еще раз хотел кучу посмотреть так и да у нас не весит ничего а вот плотла это тоже надо выкинуть половину так вот этот мусор тоже надо его весь убрать весь убрать много уж у нас собралось тут блин нам всего один уровень надо чтобы тут примерить костюм мощно вот 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 и книжки все а стоп костюмчик сколько он нам дает и он дает плюс 38 нашей броне придумала увидишь я сделаю свободное соединение заклеил мужиков участие смогут свободно двигаться чем могу служить так давай посмотрим так мне нужны доспехи смотрите плюс 42 но здесь уже 59 уровень 107 минус 3 а не 61 плюс 32 57 но там тоже где-то такой же был перчатки плюс 38 70 уровень обалдеть какие-то уровни знаю что подождите там штаны были до 80 86 уровень вы чё гонить чувствую я тут со своим уровнем вообще ничего не смогу сделать я хочу посмотреть твои товары плюс 27 и я могу сейчас его одеть и это мне будет стоить 30903 пупу 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 она того не стоит хотя ну в принципе как вам сказать то неплохо 57 57 но у нее тоже есть я ищу кого-нибудь кто возьмется изготовить доспехи очень хорошие доспехи ну чтож я делаю доспехи уже 20 лет и надо сказать кое-чего в этом деле достиг ну да не обращай на нее внимание последнее время она всюду сует свой нос ну так что ж за доспех тебе нужен легкий прочный чтобы не сковывал движение чтобы надевать его без посторонней помощи а что еще может он еще и чистить сам себя должен и гузно тебе подтирать достаточно чтобы он был удобный прочные легкие послушай с доспехами вот какое дело если он прочный то не может быть легким может если есть правильные инструменты такие как у клана тор дорог на ундвике иоанна ты обещала не вмешиваться когда я разговариваю с клиентами не морочь людям голову этими своими скелликскими сказочками это не сказка мой дед плавал на ундвик за панцирями потому что люди из клана тор дорог делали самые лучшие как было до недавних пор но с год назад остров разорил великан люди бежали или погибли но кузни то думаю до сих пор там проверить стоит если я найду эти инструменты вы сделаете для меня панцирь да тогда да но только тогда что-нибудь еще об этой кузне известно говорят она была в какой-то пещере на северной стороне острова если окажусь на скеллиги попробую найти эти инструменты будьте здоровы мастер бронник посмотрим мне просто интересно мастер бронник 77 уровень маму рот и я даже смотрите хочу чем могу помочь странную тебе говор и соски лиги сарцкеллига но с детства жила в голюш тень а почему уехала я всегда хотела быть кузнецом целыми днями в кузне крутилась и все мне там нравилось и жар и запах и удары молота когда мне исполнилось 17 отец сказал что ему больше нечем у меня учить и отправил в мир оттачивать ремесло через несколько лет я стала мастером а потом началась война я села здесь что у тебя есть на продажу плюс 32 57 плюс 12 то что я сейчас могу одеть неплохо это что стоп мы чтим можем продать щас по-моему я там продал что-то плюс 23 ну ладно не страшно бой в гвинт пока мы играть не будем так прям сразу продадим чем могу помочь что у тебя есть на продажу 15 бой хочешь посмотреть наш маленький склад мы тут собрали неплохую коллекцию она зачем добру по мужичьим халупам пыль собирать покажи мне свои товары вот смотрите тоже писать с ним 63 и хрена так карта так вишневая наливка тоже очень такая ой блин зачем я пить ну ладно пригодится стоп арбалет минус 9 минус 9 будь здоров эй мужики может на эту чудищу так рюкзак да и карту посмотрим третья карта альдерберта кермита согласно рекомендации профессора альтиштейна я не провожу исследований на места где были обнаружены пиктограммы ведьмачьей школы кота но лишь обозначаю их на карте пентаграммы идентичны тем которые профессор нашел подземелья храмового острова альберт кермит адъютант кафедры естественной истории оксенфурского университета в общем то можно птички у нее справа от сушки даже тут вещи затачивать можно забыл так друзья ну что ж я думаю на этом мы с вами закончим давайте сейф надо кстати не забыть затачивать вещь и броню и после этого уже надо сначала поспать и потом уже мочить всех ну что ж а с вами был сайфер три тройки на канале про геймер телевизион всем спасибо и до новых встреч пока пока пока